В эфире новости сейчас. С вами Татьяна Некрасова. Здравствуйте. Флаг славянского базара теперь торжественно развивается у летнего амфитеатра в Витебске. Предофициальная церемония прошла несколько часов назад в столице 29-го фестиваля искусств. На площадке у культурно-спортивного комплекса перед кульминационным моментом создали небольшую ретроспективу в историю славянки в формате автошоу. Подняли один из символов главного музыкального события лета обладатели Гран-при международных конкурсов в рамках славянского базара 2019, казах Адильхан Макин и белорусская Ксения Галецкая. За 29 лет фестиваль искусств вышел далеко за славянские границы. На форуме побывали представители более 70 стран с пяти континентов. И несмотря на эпид-ситуацию, организаторы ожидают десятки тысяч гостей. И сегодня на площади лауреата в Витебске зажгла семенная звезда Филиппа Киркорова. На торжественную церемонию пришло огромное количество поклонников артиста. Впервые на сцену славянского базара Киркоров вышел в 1994 году. Артист не раз собирал полные залы летнего амфитеатра. За время проведения фестиваля он дал шесть сольных концертов в Витебске. Аллея «Звезд» была заложена в 2009 году. Здесь расположены квадраты с именами обладателей и годом вручения престижной премии президента через искусство к миру и взаимопониманию. За годы фестиваля аллея превратилась в площадь звезд. Обладателями награды становились Эдита Пьеха, Лев Лещенко, Алла Пугачева, София Ротару, Александра Пахмутова, Валерий Леонтьев, Надежда Бабкина и многие другие знаменитости. Первым лауреатом награды в 2005 году стал российский композитор Андрей Петров. На Сицилии из-за ливней потоплены города. Особенно досталась Палерма, где вода создала несколько смертельных ловушек. Погибли двое взрослых и двое детей госпитализированы с переохлаждением. Десятки автомобилей были заперты с пребывающей водой в тоннелях. Некоторые водители выбирались в плавь, а другие – с помощью спасателей. В список жертв неокончательно ведутся поиски. Одной из причин трагедии называют отсутствие в тоннелях водоотводов. Российские пожарные продолжают борьбу с огнем в Сибири. В Якутии почти тысяча человек и десятки единиц спецтехники пытаются ликвидировать 110 очагов. На территории Иркутской области площадь лесных пожаров превысила 10 тысяч гектаров. Весь регион страдает от аномальной жары и многонедельного отсутствия дождей. И это последние новости к этой минуте. До встречи в 19 часов.